Сегодня собрать семена белой акации, как ее называют, или же более правильное название равинья, а же акации равинья. Вот посмотрите, какими пучками они висят, у нас уже январь, но по обыкновению семена акации висят всю зиму. Бывает так, что даже в доле года надо повисеть и не упасть в тот же пакет, в который собирал семена галтана. Вот такие семена, которые раскрыты в виде они лежат. Некоторые еще не раскрылись. Это такая вот полоса, небольшая посадка на обочине дороги, где трасса растет. Скорее всего даже не посадка, а самая вылез. Акация в наших краях самосевом хорошо распространяется. Вот здесь вот заезд решили сделать и в результате чего вырубили на один десяток этих деревьев. Некоторые получили такие вот раны. Вот такая красная кора у этого дерева. Крепчайшая древесина в локации, которая может десятилетиями не гнить, находясь в земле в виде какого-нибудь столба, например. Отличный медонос. Я в одном из своих роликов об этом уже говорил. До 700 килограмм меда может дать. Является азотофиксером, питает все окружающие деревья азотом, улучшает структуру почвы. Полезнейшее дерево. Вот такие плоды с семечками. Не все семечки там, конечно, схожие. Некоторые повреждены паразитами. Прямо дырявые, если потом снять, посмотреть, там в дырочках некоторые находятся. Где-то все, что сейчас видите, я соберу в пакет. Из всего этого будет, наверное, на лучшем случае, грамм 100 этих семян голени. Схожесть довольно хорошая у них. Сратификация и скарификация у них проводятся так же, как глядичьи. Опять-таки, ролик об этом у меня есть на канале. Вот нашел молодое деревце акации. У молодых деревьев довольно длинные колючки имеются для защиты от скотины. Это еще один их не плюс акаций. Их можно сажать в том месте, где бродит скотина, и не бояться, что она их обломает там, поест. Они обходят ее стороной. Мишки делают свое дело, что называется. Здесь она таким кустом растет. Вполне вероятно, она внизу обломана. Играя, эту дорожку подбадывали. Вот, что Транч показал. Этот деревце, наверное, сломали. И оно пытается, тем не менее, вырасти. Делево же лучшее. Его еще нужно суметь убить. Это мой знакомый, я думаю, вообще пытался в своем огороде его травить террасином. Так он ничего не смог сделать. В конце концов, я к нему поехал. И тибетный деревца выкопал у него, чтобы он с ними не боролся, не пытался их вытравить. И пересадил их в другое место. Я по весне вам покажу эти деревца, если я их вижу. Вот такой спин. Посмотрите. Это все акции. Их нужно посадить, из-за чего они так вот тоненько, высоко воскресенье. Отличное дерево. Тоже советую всем его высадить по себе. Спасибо.